Всем привет и слава Украине! Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гилл Абасадзе, и сегодня у нас традиционная все-буды Украины с хорошо знакомым и любимым нами Роман Амцик-Валюковым. Приветствую, очень рад видеть. Взаимно, Герла. Героям слава. Сократвеллаз до Украина с Гаумарджос, оккупантом Магила. С чего хотел начать? Это не главная новость, это вообще не новость, но, тем не менее, вот эта дискуссия с нашей, подождается, приходится ее вспоминать, латыниной с Спортиковым, она, меня лично, она не то чтобы, ну, понятно, все очевидно, все правильно, все хорошо, но она началась вспоминать, когда, не я, в моей семье это все-таки разознали, но когда вот в Грузии большинство начали разделять Украину и Россию. Это произошло где-то, ну, я бы сказал бы так, да, с периода окружения советской власти, и особенно, когда Абхазская война, когда вот Кравчук прислал вертолеты и так далее, когда украинцы, говорят, за нас воюют. Ребята, ну, с умаунцов, которые воевали. А когда вы, ваши знакомые вокруг, начали понимать, что знаем мы вас, грузин, были у вас в Баку, это не совсем так. То есть, что грузины, армяне, азербайджанцы, это одно и то же, кавказцы, какая разница? Гела, хороший вопрос задали. Я вам расскажу о своей первой командировке в качестве журналиста. Ну, одной из первых. Это был прекраснейший город Баку. К сожалению, я в Ириване так ни разу не был до сегодняшнего дня, но, может, когда-нибудь съезжу. Так вот, может быть, я уже рассказывал, но это было реально прикольно, особенно в контексте того, что происходит в регионе. Значит, мы приехали, это 2004-2005 год, прилетели в правительственном самолете, правительственная делегация. Я был в пуле одного из министров. Мы все вместе тусовались отдельно, но, как обычно, в журналистский бус водил прекрасный мужчина, которого я, наверное, запомнил на всю жизнь, Мамет. И там, знаете, как оно бывает? Эти вот официальные визиты, они трехдневные, то есть работы, как таковой, нет, особенно для журналистов точно. Ну, что там, на пресс-конференцию прийти, а так у тебя, пожалуйста. Я был в первый раз в Баку, и вот эти вот все моменты. И на момент это все понял, и он давай возить нас по городу. У него кто-то из родственников умер, он нас привез на поминки, что для меня было очень удивительно, в том плане, что он нас первый раз видел, и нас там накормили. И, ну, то есть я думаю, что то, что я рассказываю, для вашего уха, оно как бы, ну, это норма. А для меня, мне тогда было лет на 20 меньше, чем сейчас. Соответственно, я смотрел на это все глазами такими. И потом, на каком-то этапе, мы сели в кафе с друзьями Мамеда, и я от всего увиденного, от просто, я сижу за столом и говорю, боже, как хорошо у вас в Армении. И тут делаем ремарку. Ремарку. На тот момент я был, вообще-то, обладателем диплома зовничняя политика и международная информация и международные отношения. Ну, то есть я оговорился и быстро все это понял. А, нет, нет, я не понял. Я смотрю, что такая пауза за столом, и у всех людей, которые были, ну, не с нашей командой, а с принимающей стороны, я сначала не понял, а что у них случилось с глазами. У них такой, вот такой пух. И потом, и после этого они начинают все очень громко смеяться. Просто вот как, у них реакция была примерно как у вас. И этот момент смотрит меня, ну, совершенно на щенка, и говорит, Роман, куда ты приехал? Я говорю, в Азербайджан. Ну, ты же сказал, в Армению. Я тебе рекомендую никогда больше не путать эти две страны. Ну, и, собственно говоря, я после того стараюсь ничего не путать, особенно в таких моментах. То есть это меня, как молодого президента, не сильно красит эта история. Ну, по факту, на самом-то деле, я оговорился. Но вот эта вот эмоция человеческая, когда люди в войне, я ее тогда осознал очень и очень четко. Поэтому, мне кажется, у нас в целом население образованное. У нас все прекрасно знают, где Грузия, где Азербайджан, где Армения. Может быть, никто, не все разбираются, где такой город Агдам, и что с ним случилось. Ну, сейчас, кажется, его отстроят. Пока еще нет, он заминирован. Ну, если отстроят. Отстроят, да. Да, ну, что-то мне подсказывает, что все-таки его отстроят. Зная подход Азербайджана системный, все в этом плане будет сделано. Так вот, Гела, у нас разная эмоция, если мы говорим об этом регионе. Понятно, самые теплые отношения на таком, ну, то, что называется бытовом уровне, они были всегда Грузии. Потому что, а, Саакашвили, для нас... Ну, это было известно просто. Ну, у нас были времена, когда там по 200... Наверное, даже если говорить про неделю, у нас там куча самолетов летала в неделю. Куча рейсов в Тбилиси, пожалуйста, мог улететь, как на маршрутке. Добежал до Жулян и вышел через сколько там, три часа ты уже в Батуми тусишь и так далее. Вот. Потом, наверное, вот именно по глубине связей это был Азербайджан, политических и личных связей, ну, и на третьем месте Армении. Я не знаю, это, опять же, после того, что я сказал, рассказал в начале, я хочу подчеркнуть, что это мое субъективное мнение. Может быть, я ошибаюсь, но, опять же, если посмотреть на политические расклады, а политика, она формирует во многом и человеческие отношения. Сейчас вот у вас там деловые счеты, кстати, не иностранный агент в Грузии. Потому что я думаю, что у нас сейчас пойдет охлаждение такое вот очень глобальное. Если что, я просто в России иностранный агент, а вы будете в Грузии. А я в России тоже иностранный агент. Рили? Да. С какого-то другое, я не понял, но так. Там все ржали при этом. Все при этом ржали. Теперь моя очередь смеяться, понимаете? Я не знаю, над кем я смеюсь, над вами, над собой. Но, вообще-то, это, конечно... Так что мне тут не привыкать, хотя я сегодня... Вчера был очень интересный разговор с Валерой Челашвили. Кстати, альма-матер Валеры – это Киевский университет. Он же был генеральным секретарем Гуам когда-то, заместителем... Во время Майдана, он мало того, что он был генеральным секретарем Гуам, он был первым послом Грузии в Украине. Мне кажется, он был очень молодым человеком. Много лет назад интервью. Это было, кстати, вот это сейчас, это уже звучит, вот эта история, которую я рассказал, она звучит несколько угрожающе, но... Значит, был такой Гелла Черкляни, он был советником Шеварнадзе по внешней политике. Шеварнадзе, я тоже делал интервью, Гелла. Я вообще внутри практически грузин. Ром, а вот интересно, у меня же всегда инстинкт-историка срабатывает. Я обычно к таким вот Валерия Челашвили, там, ну, Аксакалову, там, к Томфику Турфугарову, Эльдару Амедову, там, Расиму говорю, ну, давайте запишем воспоминания, давайте запишем... Я когда привык, что Роман Цибалек молодожит меня, так что воспоминания ему писать не рада, а может уже и не рада. Ну, я не знаю, это такой период, видите, я очень много раз ездил в Грузию перед своей Москвой вот этой, то есть я вам говорил, что в августе 2008 года я вернулся из Тбилиси, улетел в Киев и в сентябре поехал в Москву, ну, и дальше там завис на какое-то количество времени. И у меня, ну, такая очень эмоция такая, ну, знаете, очень яркая во всех смыслах этого слова. Я прекрасно, я был и на базе в Горе, когда нас приглашали грузинские военные, и был, когда эта база была оккупирована там. И первый раз на меня смотрели в прицел, и грузинские военные нам говорили, российские снайперы, там, ну, такая возвышенность как раз в сторону Цхенвала. Там у них рубеж обороны был, вот, и тогда я помню свое вот это первое ощущение, что было реально страшно. А еще мы там забирали тела двух журналистов, перегружали из буханки Красного Креста, которая из Схенвала приехала. Это в наших смысле? Ваших, ваших, да, это Александр. От нашего и... Да, вот, и смысл в том, что это с августом, это жарко. И когда мы перегружали запаянные цинки, ничего у них красивого нету, то когда ты поднимаешь его, то, я не знаю, или он плохо был запаян, но вот этот вот запах формалина, который остался на руках и разлагающего тела, я не знаю, как это, как это. Ну, в общем, да, это из области того, что запоминается навсегда. Вот, может, это такая эмоция была. Вот. Так что, интересно, в общем. Продолжаем. Пока ты жив, все очень интересно это. Продолжаем эту историю с Валерой. Я же говорю сейчас, вы долго ржали, когда Валера мне первый раз это рассказал, но, значит, сейчас это звучит несколько угрожающе, эта история. То есть, ну, прилетел самолет, а ведь это же первый визит, первый визит Кравчука в Грузию. Первый визит службы протокола не работает еще нормально, то есть ничего не работает еще нормально. Ну, и в итоге посла забыли. Забыли где? В аэропорту, в ВВС. И, значит, приезжая, проезжает эта Волга, Черная Волга тогда была, правительственная, он видит Валеру, он его забирает, и, значит, он ему говорит, ну что, Валер, когда ты учился играть в Киеве? Ты говорит, мог ли ты когда-нибудь подумать о том, что ты будешь послом Грузии в Украине? Ну, Валер решил приколоть, говорит, нет, говорит, я скорее бы поверил бы в то, что я буду послом СССР в США. Нет, говорит, не мог бы, нет, не так, нет, говорит, не мог бы, ну вот видишь, говорит, никогда не говори никогда. Никогда не говори никогда. Ну, я, говорит, скорее бы поверил бы, что я был бы послом СССР в США, но зато я теперь точно знаю, что я не буду послом СССР в США. Я Лапас Федорович сказал, никогда не говори никогда. По-моему, вот здесь как раз уже никогда. Вот я очень сильно надеюсь, что никогда. Нет, Валера, это никогда. Я очень сильно надеюсь, что никогда из Грузии и вообще ниоткуда не будет их постов больше СССР. Но мы знаем, что у нас, конечно же, ситуация аховая. Причем у меня такое впечатление, что многие просто не хотят этого видеть. Говорят о законе, говорят о том, что вчера сказал Кубахидзе про Украину. Я говорю, какая разница, что сказал Кубахидзе про Украину. Какая разница, какой закон принимают. А что он сказал? Он сказал, что это партия войны, что вспомнил подалека и Данилова, которые первые сказали про второй фронт. Все это он сказал. Мы страну теряем. Мы страну теряем. Это все только маркеры. И, честно говоря, я выходом. Я выход вижу только в сфере Черного Лебедя. Неожиданного события. Потому что сели на срок. Сели на сроке, которые будут бегать. Это будет означать, что в курсе, да, что у нас анаклеев порт. Буду строить Китай. Так, добро бы, китайцы. Если бы просто были бы китайцы, мы бы с вами говорили, ой-ой-ой, китайцы, ой-ой-ой, китайцы. Подсанкционные китайцы. Китайцы, которые находятся под санкцией. Вот Китай очень большая страна. Так, подождите, Гилл. Так, кто сейчас наложил, как это, лапу свою на Россию? Китай или Россия? Ой, наложил лапу на Грузию? Китай или Россия? Россия. Россия. Китай в данном случае... Китай в данном случае... То есть, ему как бы не все равно, конечно же. Но вот как пройдет китайский транзит? Через транскаспий, то есть, через Центральную Азию, Азербайджан и Грузию или через Россию, ему... Ну, почти все равно. Ему было очень выгодно, если бы... Он бы шел бы через Россию и Русь в Украину. Ну, так. Единая пространство такое. Сразу же заходил в Европу. Но такого никогда уже не будет. И китайцы это знают. Ну, вот то, что мы видим, мы видим. Я не знаю, честно говоря, что и как. А у вас что-то говорят, поэтому положим. Ну, я нашим украинским зрителям напомню, что Ираклий Кабахидзе это премьер-министр Грузии. Честно говоря, это вообще не является новостью. Но понимаете, вот эти вот путинасосы, они все одинаковые, независимо от паспорта, национальности и так далее. У нас такие тоже были, некоторые в Рашку переехали. Может быть, и Ираклий тоже переедет на каком-то этапе. Посмотрим, как у кого судьба здесь в этом вопросе сложится. Просто там же момент в чем? Все эти размышления по поводу войны. Знаете, вот это вот такая гнойная есть категория людей, которые рассказывают о войне в Украине, прямо как Юлия Латынина, да, в таком вот ключе. А Путин где-то в стороне, Россия где-то в стороне. Вот он там рассказывал, что 20% территории накупировано, десятки тысяч, а может быть и сотни тысяч людей убитых. Вообще тут ужас, на самом-то деле. И грузинский премьер такой, об этом говорит, что у него намек на том, что Украина виновата. Да, Россия убивает украинцев. Да, да, он так же сказал, он же сказал такую интересную вещь. Кто за это все будет отвечать? А кто будет за это все отвечать? Ну, ответ понятен. Тот, кто проиграет войну, тот и будет за это отвечать. Если совсем сказать честно. Ну, просто человек, который, если ты премьер независимой страны, ну, с которой, как минимум, у нас не самые худшие отношения, ты или молчи, ну, или говори, а что от чего происходит? И кто, собственно говоря, напал? Особенно, если он же там вспоминал про 20% оккупированных территорий. А хочется Ираклия спросить, а 20% грузинской территории оккупированы кем? Кто ответит за этот момент? Ну, так вот, на секунду. Нет, у них есть на это, у них есть, Рома, у них есть на это ответ. Они говорят, что виноват в том, что оккупировали территории Саакашвили, конечно же. А оккупировал кто? Ну, наверное, Саакашвили оккупировал. Наверное, но я, извините, я же не грузин в данном случае, не из грузинского правительства, я могу сказать, эта территория оккупирована Российской Федерацией. Так вот, высказывание премьер-министра Грузии, оно, я что-то, понимаете, слышу, как это генерал-губернаторство, такое впечатление, у Рамзана Кадырова позиция жестче и самостоятельней, чем у премьер-министра Грузии, вот в этом ключевом моменте. Это странно, я не знаю, мне всегда удивительно, почему люди добровольно хотят вернуться в Советский Союз. Если же, понимаете, так, как было тогда, не будет. Я просто, там же можно к стереотипам вернуться, что, вот, я не знаю, там, ну, такой стереотип, да, что вот грузины там только розами торговали, да? Был такой стереотип в Советском Союзе гела? Ну, конечно, конечно, еще. Ну, так вот, этого не будет уже. Этого не будет. И в случае того, если страна просирает себя, это, кстати, риски, они касаются и нас в полном объеме, то те вот эти вот, знаете, вот эти путина-лизам грузинским, я рекомендую посмотреть на путина-лизов украинских. Типа, вот, Янукович, Азаровы тоже занимали высокие должности, а у нас был у них правительственный самолет, один, другой, третий, десятый. И были они очень уважаемыми и привлекательными. Где они? Ну, да, сейчас кто-то там в Калуге чалится, ждут смерти своей, но они никто. А почему так? Потому что они, ну, вот так сложились обстоятельства. Извините, может, я слишком... Нет, очень мягко. Бескомпромиссно высказываю. Нет, очень мягко, кстати. Ну, потеря независимости в пользу Мордора, она всегда одинакова. Они по-другому работать не умеют. Собственно говоря, сто лет назад было что-то подобное. И если они заходят на территорию, они всех перебьют. И все. Чем раньше будет нависено поражение России, тем лучше. Теперь, что касается Армении. В Армении понятно, что страна оказалась в таком положении, что вот это... Было монопольное абсолютно российское, значит, влияние. Образовались серьезные пустоты. И пытаются Пашиненко заполнить где может. Запад, Иран, неважно, заполнить. Понятно, что это в режиме пожарной команды он действует. Что касается Грузии, тут совсем интересно. Тут нам говорят, что мы идем в Европу, причем на голову продолжают говорить, что мы все равно в 2030 году будем в Европе. Но фактически... Не-не-не-не-не-не-не-не. Мы таким образом защищаем свой суверенитет. Когда спрашиваешь, от кого? От партии войны. Манипуляция, понятно дело, она такая. У нас была такая партия в ПЗЖ. Они, кстати, все в Рожку ехали в конечном итоге. Я не знаю. Видите, все равно в конечном итоге все сведется к тому, к обществу со всеми вытекающими рисками определенными. И военными рисками в том числе. Кстати, я имею в виду, если условно улица побеждает, то на Россию тоже может как-то начать действовать в каком-то другом ключе. Но еще раз, это не меняет базы. Чего вы хотите? Потому что в стране, которая лежит под Россией, жить будет некомфортно. Нет, сейчас у них новый мем, что если мы проиграем, если вы за нас не проголосуете, то обязательно будет война. причем они говорят как? Это уже, по-моему, Гарри Борщуле, бывший премьер, сейчас представитель партии сказал. Почему? Потому что Россия нападет, если не проиграть. Извините, получается, что, получается, то, что, если вы будете, будет Россия, а если вы проиграть, это будет война? Так, может быть, тогда, а вы тогда, раз вы вставите вопрос в таком ключе, а вы вообще тогда в какой команде играете? И чем вы торгуете с Российской Федерацией? Родиной торгуете? Батьковщина? Я не знаю, как это по-грузински. Мамули. Батьковщина, Мамули. Мамули. Ведьмама, правильно? Нет, ведьмама, батьковщина. Мама, это же по-грузински папа. Ну, давайте, в лингвистику уходить не будем, вот, но... А папа, это по-грузински дедушка? Я сделаю словарик себе на следующий раз базовый грузинских слов, чтобы не потеряться в Тбилиси, на проспекте Руставели. Не, на проспекте Руставели точно не потеряйтесь, тем более, что у вас столько друзей, что дают уже сдать этот проспект Руставели по-квадратно. А еще одно замечательное было, замечательное было выступление по поводу, есть такой, такая позиция на поле, Григорий Карасин, он был раньше замминистра иностранных дел, сейчас он уже как бы не удел, но он удел очень даже сенатор. в федерации он сейчас находится, сенатор и так далее. Так вот, все почему-то обсуждали желание, внезапно возникшее желание в Ханкинде открыть российское посольство, про это я тоже могу рассказать, потому что, ну, учитывая то, сейчас мои зрители могут сказать, что ты про это будешь рассказывать, ты про это столько говорил, но мы же у Романа тоже будет, поэтому это как раз для украинской аудитории. Для украинской аудитории, да. Но там было еще одно, что Азербайджан оказывается, должен оказать помощь жителям Донбасса. А почему? Потому что он оказывал гуманитарную помощь Украине. Вот оно как. Это Карасин сказал. Ага. Логично. Вот этот человек, он никогда не был глупым, конечно же. Нет, В данном случае он просто поет российскую нацистскую песню. Вопрос даже не в том, что он поет. Ром, вопрос не в том, что он поет. Вопрос в том, что нужно было предъявить претензию какую-то. Ну, предъявил претензию, что, ребят, вы что там в Украине гуманитаркой помогаете? Нам это не очень нравится. Вот и все. Кстати, Гила, надо отдать должное. Вот из региона нам, да, может быть, как-то, ну, тут и объемы немножко, размеры государств разные, но смысл в том, что, по-моему, в этом плане белорусы точно нет, а казахи точно да, например. Грузия, Азербайджан, Армения тоже точно да. Нет, там разные, разные немножко ситуации, значит, объясняю. Азербайджан это самая большая помощь по линии государственной. Колоссальная. Между прочим, компания Саккар, которая работает на украинском рынке, они там очень много сделали, особенно в Буче, Ирпень, вот там, где все равно с это, пи-пи-пи, на российские оккупанты, что они там поджигали, а азербайджанская компания, то есть, азербайджанские деньги это все восстановили. Вот из всех, из всех, значит, так почему Карасин-то, почему Карасин-то это и сказал? Из всех стран постсовка самая большая помощь выделена именно Азербайджан. Что касается Грузии, там был очень показательный момент, интересный момент. Помните с генераторами истории? Но когда не правительство, а население... Нет, нет, не правительство, то есть, то, что не правительство, а люди, это было и продолжается. Вопрос в другом, вопрос в том, что, когда люди уже оказались столько помощи, что правительство просто посетялось и было вынуждено тоже отправить самолет с генераторами. Потому что их просто уже заклевали, что типа того, ребята, вы совесть-то имейте, граждане делают, а вы нет. Просто было вынуждено. Правда? Я сейчас думаю, это было другое правительство. Другое, в смысле, не люди-то те же самые. А вот время было уже другое. И я почему-то уверен, что... Я не знаю, будет ли кто-нибудь из стран Южного Кавказа в Швейцарии, но я почему-то уверен, что Грузии точно не будет. Дело в знании, я тут подумал, вот эта формулировка помощь, вы должны оказать помощь Донбассу. Хочется сказать этим негодяям, русонацисту, но даже с точки зрения рашки современной, нет уже Донбасса, это Россия. Так тогда ты так и говори, что вы должны оказать помощь в гуманитарную России. А согласитесь, если сформулировать это так, то и звучит оно немножечко по-другому. И в некотором роде намекает, что сама это безумная страна немножко в в ЖОП. Не, ну тут скорее, тут скорее всего, тут скорее всего речь идет о том, что ну просто обиделся товарищ, потому что сказать, что им вот так, вот уже очень нужно, это все, ну, не знаю. хотя то, что они в ЖОП, это очевидно, другое дело, что они привыкли там быть. Поэтому, ну, блин, теперь из того, что происходило еще на этой неделе, это то, что разрешение ударов по России в СОН наторским оружием. Все-таки разрешили, не разрешили, как разрешили, в каких объемах разрешили, куда разрешили. Есть масса сообщений в СМИ, есть позиция президента Украины, что, блин, все, конечно, хорошо, но атакам сами мы хотели бы сжечь российские аэродромы тактической авиации вместе с самолетами и пилотами. Он без вот этих натуралистических подробностей, которые я высказал, но смысл военная именно такая была. Это как бы из минусов, что атакам вроде как под вопросом, а все остальное, ну, бры и рубы. Так вот, украинские Хаймарсы, они уже в России, вот прям здесь и сейчас, ракет много, они летят. Я даже вот недавно думал над заголовком над одним видео, так и вот я его решил назвать, может быть, так и оставлю, что Хаймарсы уже в России, не путайте туризм с иммиграцией. Ну, так, наверное, стебно, но смысл в чем, что сами российские паблики пишут, что в Харьковском, на Харьковском направлении они наступать уже не могут а, давно, б, по ним фигачат со всех орудий и с большой вероятностью мы их подвинем назад за границу. Я тут не забегаю вперед, тут и никаких прогнозов не делаю, потому что как это, отодвигать всегда сложнее, чем об этом говорить. но по факту тут уже очевидный момент, что санитарная зона будет. Правда, будет санитарная зона. Возможно, Волчанск будет в этой санитарной зоне. Почему? Потому что город разрушен и там не будут жить люди. Там будет украинский флаг, но жизнь там сильно уже изменилась, это понятно. Но кто сказал, что на территории России будет по-другому? Вот если дело у вас большая аудитория в Российской Федерации? Да, на первом месте. На первом месте. Тогда ваша аудитория из России будет интересно, на какие рубежи надо рассчитывать вот эту санитарную зону в России. Соответственно, ну просто не стоит там покупать недвижимость, грядки, полоти, всякое такое. Вот то, что сейчас уже происходит, Хармар слетит на 80 километров. Так вот, каждый гражданин России считает два рубежа. Вот пункт пропуска, который ведет от Харькова на Белгород, а считать надо именно с пункта пропуска, потому что мы оттуда будем полять. Прямо так, где Украина заканчивается, а мы же знаем, где наша страна заканчивается, и сразу полетели наши Хаймарсы. Вот это вот 80 километров, каждый считает, и туда инвестировать не надо. Не надо там стоить ни свинофермы, ни яйца, как это, куриные фермы, всякое такое. момент, если Российская Федерация не как это, не одумается, тут я ставлю смайлик, потому что она не одумается, следующий этап эскалации, вот эта вот зона, она будет подвинута на 300 километров, потому что полетят эти атакамсы. Ну и там еще мы там тоже кое-что там делаем. Вот и все. А Путин, конечно же, гений. Какие у них? У них гела, это просто, в России они возмущаются и крошат батон на маньяка и говорят, что так, как же это так, почему мы ничего не делаем, не можем никак ответить им, ну в смысле нам, потомкам великих укров, там надо, ну и дальше постоянно вот этот разговор, по кому же нанести ядерные удары, по Польше, по нам, они считают, что не имеет смысла нанести удары, мы же типа никто, по их мнению, только хотят по Польше или по какой-то другой стране, ну я, конечно, я только знаю, кстати, не про Польшу, а по, чтобы по Украине насилие, ну и я хотел, знаете, как вы, если так цинично и с геополитической точки зрения смотреть, не с человеческой, то любая, любая атака по стране НАТО, она запустит другие механизмы, вот, и хотелось бы сказать, ну давайте, там, попадите по хутору какому-то польскому и таки напишите, вот что, вот мы выполнили задачу Путина, не так вот, оно летело в Украину и там случайно залетело, а таки скажите, ну то есть, вот что, когда люди, принимающие решения, они говорят, тут у нас есть яйца, мы можем фигачить по стране НАТО, покажите, ну и посмотрим, чем это закончится, знаете, что будет первое сделано в случае такого развития событий, он, кстати, маловероятен, тоже надо признать, так вот, санитарная зона в Белгородской области и вообще от границы автоматически увеличится с 80 до 300 километров, ну, это просто, понимаете, это же у Белого дома, ну, я так понимаю, самые умные и самые осторожные, они, как это, когда дают разрешение в Украине стрелять официально своими этими ракетами, они говорят, они телеграфируют тем самым сигналы, которые я, я его слышу, что дед Вова, Володя, Вова, идиот, ВВХ, ВВП, отползай, отползай, и вот это вот точка-тире, точка-тире, отползай, ты же ничего не можешь сделать, сколько ты хочешь погубить людей, мне такое иногда впечатление, что у циничных англосаксов от этого безумного Рубева, которое устроил Владимир Путин и вся эта банда его, у них больше какой-то, знаете, каких-то эмоций, чем у самих россиян. у России вообще нет никаких, у России вообще никаких эмоций нет, и вряд ли будет, на самом деле, давайте признаемся честно, потому что, ну, главный момент, то, что долгое время, мы, кстати, обсуждали это, Путин очень хотел мира. Как Гитлер дел, извините, он хотел, как Гитлер. Гитлер хочет мира, но только на своих условиях, писали на советские газеты. Я могу подпомнить, что в 40-м году после Курской дуги Гитлер постоянно хотел мира. После Курской дуги и после сражения в Энер-Аминде в Северной Африке Гитлер постоянно хотел мира, но на своих условиях. Так вот, он еще больше будет хотеть мира, но он понял прекрасно, что не будет альтернатива миру, это война, долгая война, и он хочет, теперь он хочет не мира, теперь будет, хочет долгой войны. Вот то, что нам нужно хорошо понимать. Любой, любая гайка, проданная Россией, любой маршрут открытый для нее, любой порт, которым она может пользоваться, не будем показывать на него пальцем. Вы про Батуми сейчас? Нет, я не про Батуми, я в данном случае про Анаплио. А Батуми, ну, то есть, действующими портами Россия еще не пользуется грузинскими? Нет, еще не пользуется, но проблема, в чем проблема, в том, что правильно все мне говорят, Гелла, ну, что ты бузишь? Два года буду строить эту Анаплину, за два года мало ли чего произойдет. За два года может произойти очень многое. Ну, во-первых, не факт, что они данными темпами не сделают что-нибудь пораньше, это первое. И второе, извините, так сейчас надо бузить, потом поздно будет. Сейчас надо бузить, сейчас, до октября месяца нужно. Иначе потом поздно будет и для Грузии, но проблема индейцев это проблема индейцев. Это наша проблема. Но и для всех остальных, вот в том-то и все дело. Поэтому, ну, да, Путин собирается долго воевать. Очевидно, что наша задача сделать так, чтобы война, насколько это возможно, не длилась долго. То есть, если Путин чего-то хочет, мы должны хотеть прямо противоположную. Это же понятно. Да, абсолютно ясно. Замечательная новость, я прочел, вот ее почему-то не обсуждали, что президент Зеленский и президент Аргентины Милей договорились о создании проекта по производству вооружений для своих армий. Что, они слышали об этом? Я понимаю, что это все, наверное, все переговоры в Сингапуре проводились. Я все честно приветствую, но я деталей не знаю. И все эти новости симпатичны. В обозримом будущем для нашей войны в любом случае нам нужно свое оружие, ну, и, соответственно, партнеров, которые массово поставляют. Никто же не сказал, что свое оружие не будет, например, те же аргентинцы, может, у них есть какие-то технологии, приедут и сделают в Киеве. Ну, еще раз, новость, понимаете, что я имею в виду? Вот мы сейчас на таком этапе войны, что вот даже когда я читаю сообщение, там, украинская компания, там, какая-то такая-то, изобрела крутой дрон, который летит, там, я не знаю, прямо Путину в бункер, то этого уже мало, понимаете, тут надо не просто изобрести, надо развернуть производство, забронировать сотрудников и производить это партиями, а все эти вот венчурные предприятия, они, ну, просто, они дадут перспективу через какое-то время. Дай бог, чтобы с нашими друзьями из Аргентины было именно так, но на сегодняшний день, вот я прямо скажу, я не думаю, что симпатичная новость что-то даст вот то, что называется на земле. Это просто симпатичная новость. Ну, и наконец, вопросы, которые, в общем-то, сейчас тоже очень серьезно обсуждаются, это вопросы про, которые остаются, вопрос про мобилизацию и про психологическое состояние общества. что-нибудь изменилось за эту неделю? Ну, слушайте, война, это тяжело, и как это, действительно, бог всех укров не создал для войны, я вообще не знаю, кого он создал для войны, и это нормальное желание не попасть в армию для многих, это нормальное человеческое желание. Я просто хочу вам сказать следующее, значит, я вот как раз на прошлой неделе, мне там, у нас вот сейчас новый закон о мобилизации, там у нас новые документы, вот мне, я сейчас хочу выехать, мне тут из дела за пределами нашей Родины, и я хочу, ну, мне надо было оформить пакет документов, все это делается через военкомат, ну, и, соответственно, я туда пару раз приходил, пообщался с народом, людей много, кто-то мобилизируется, кто-то вклеивает то, что называется вин-код, это как раз для границы, посмотрим, как оно работает, вообще, я еще не знаю этих новых правил, ну, то есть, процесс идет, закон изменен, да, как в моем личное субъективное время, мне нет, закон надо было принимать раньше, но все это работает, вот, людей много, и мужчин, и женщин, всех своей история, и так далее, и так далее, но сказать, что, как это, все тут сложили лапки, да нет, нет, тоже, очевидный момент, хотя, еще раз, я даже, вот, прямо скажу, что, вот, ну, лично я, Роман Цымбалюк, военно обязанный, я, 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 я действительно не хочу в армию, вот, правда, я там слишком много времени провел в юные годы, и не хочу больше, но это же не значит, что если вот, завтра, вот где тут мой додаток, резерв плюс, если мне придет телеграмма, что, Роман, это, финские каникулы твои закончили, докажи, что ты потомок великих ухров, ну, какие варианты, ну, я это вижу так, это, это я рассматриваю эту ситуацию таким образом, кто-то рассматривает ее через, призму, плывем, плывем, через Тису, я плыть не собираюсь, и убежден, что большинство людей не собираются плыть через Тису, просто мы не собираемся, сидим тут, занимаемся своими делами, работаем, делаем какие-то полезные вещи, ну, просто получается, что новостью является только тот, кто плывет через Тису, а мы с вами когда-то говорили, это мне нравится, если кто-то переплыл через Тису, даже не утонул, то это новость, а то, что миллионы людей здесь находятся и защищают эту страну, это почему-то уже не новость, ну, я манипуляцию эту понимаю, но, вот мы ее просто прям взяли сейчас и раскрыли. Да, это самое важное, то есть, есть эксцессы, нужно хорошо понимать, это уже для своей аудитории, я говорю, когда вам говорят, что в Украине никто не хочет воевать, все убегают, все разбегаются, это мягко говоря, далеко от истины. Я еще допомню, вот смотрите, вот как это работает, понятно, тема мобилизации, это болезненная история, это не просто, но некоторые украинские СМИ вообще просто, вот сейчас заголовок у нас можно прочитать, мужчина умер в ТЦК, то есть, вот он пришел и умер, ну, звучит? Звучит, ну, просто воспринимается эта новость в таком ключе, что мужчины, они больше нигде не умирают, кроме ТЦК, они не умирают у себя дома, они не умирают от возраста, у них не бывает сердцевых нападей, как это там поручено, без лишних выступов. Да, 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 ну, понимаете, никто же не напишет, что человек шел по улице, упал кирпич, и он умер в результате этого, несчастный случай, бывает такое? Потому что, а если бы, а можно, а если написать так, он шел возле ТЦК, на него упал кирпич, и он умер, ну, это гипотетическая история, о, смотри, смотри, уже и новость получилась, нацарапал ли какую-то новость из этого, этого всего, то есть жизнь, она вот такая, люди рождаются, умирают, еще раз, вся эта система не идеальна, есть и, как это, перегибы на местах, есть очень много граждан, которые себя неадекватно живут, ведут, я не уверен, что всегда сотрудники ТЦК ведут себя правильно, вот я, особенно в регионах, особенно в регионах, я, я вот, то, что рассказывал, что мне там не все понравилось, я, был момент, когда мне хотелось сказать очень важную фразу в этом месте, звучало бы она примерно так, что, шаноне спиуробит на какие-то ЦК, вынимает и право, да вытасися на мене, как на гивно, вот, но, но, как-то потом мы все нашли в общий язык, вот, но еще раз, я же тоже человек, когда там, там очереди, все это, прекрасные очереди, алкоголики, журналисты, банкиры, работники метро, все в одном месте, очень, для этого, для того, чтобы посмотреть, где ты живешь, и вырваться из своей бульбашки, то есть, этого, как это, пузыря, отличное место, сходить в военкомат, но, еще раз, сказать, что тут, все идеально, конечно же, нет, и еще раз, нас ждут колоссальные испытания, со всеми последствиями, и надо работать с сотрудниками нашими, со нашими союзниками, в контексте того, что хватит играть в эту игру эскалации, не надо, и так далее, и так далее, тоже надо действовать в полную силу, потому что россияне, они по многим системам, они адаптируются, вот и все, и если бы это вооружение, которое сейчас есть у нас, мы сейчас, два года назад, то Ллойд Остин бы летел бы на своем самолете, командующему вооруженных сил, с требованием остановить наступление в районе Урала, понимаете, а сейчас уже, и эскалибуры не так сильно летят, и хаймарса тоже могут задушить, рыбом, ну, в общем, они адаптируются, они тоже воевают, они тоже, никто не хочет умирать, они тоже, это понятно, абсолютно верно, но у них все-таки есть опция, не хочешь умирать, так ты не приезжай в Украину, и живи своей жизнью, вот это вот ключевое отличие, а так жить, конечно, хочется, что у нас тут лето, перспективы, в Днепре покупаться, и не только. Как Шарик видел перспективу, они тут очень пошлые, и я его рассказывать не буду, если не в курсе, я его расскажу после эфира, значит, вот то, о чем вы сказали, это проблема совка, вот, это, что, не надо смотреть на меня, как на некую субстанцию, это же проблема совка, и, ну, с этим тоже ничего не поделаешь, ничего не сделаешь, потому что, ну, еще раз, я тоже должен поправиться, это субъективная история, может быть, я, понимаете, было жарко, у меня там, понимаете, у меня тут куча, народ, телефон просто не останавливается, и ты понимаешь, что надо это сделать, и, ну, короче, еще раз, таких субъективных историй, к сожалению, много, как, но еще больше нормальных историй, абсолютно нормальных человеческих. Вот, 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 вот это вот, наверное, самое главное, что вы вычленили из этого моего рассказа, ну, да, короче, как это работает, я просто вам расскажу, оно работает по закону, вот, оно работает по украинскому законодательству, все. Ну, и, конечно же, нужно постоянно думать, и, наверное, тут и гражданское общество и все остальные должны помочь власти, именно помочь проблемам рационального использования ресурсов, а самое главное ресурс, это человеческий ресурс. Как ее решить, как лучше сделать, как что, вот. Понятно, что власти не всегда слушают, но пробовать все равно надо. Всегда. Я в этом абсолютно уверен. Ровно так же, как я уверен в том, что все будет Украина. Огромное вам спасибо за очень интересную беседу. Верим в ЗСУ и слава Украине. Героям слава. Гела, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok